Привет, друзья! Сегодня поговорим про миграцию. Миграцию с Украины в другие страны. Для любого сильного государства есть четкое понимание, что количество людей, люди и высоко квалифицированные, особенно специалисты, это вот тот золотой капитал, который необходим для того, чтобы страна любая двигалась вперед и так далее. И вот здесь нужно тоже четко понимать, что если люди выезжают со страны, то что-то ненормальное. И значит у этой страны фактически отбирается будущее, потому что некому будет на территории этой страны реализовывать все проекты, экономику поднимать и прочее. Это объективная реальность. Поэтому давайте сейчас сделаем такой короткий анализ, какие условия предлагают ведущие страны для того, чтобы украинцы ехали именно к ним. Россия, Германия, Польша, прибалтийские страны, Канада. По каждой стране я сейчас сделаю короткую выборку, что же они предлагают. И какие они бонусы и какие они выгоды сулят украинцам, которые приедут именно к ним в страну. Сейчас они уже борются просто за то, чтобы мы к ним приезжали. Но перед этим давайте чуть-чуть послушаем Зеленского. Я звертаюсь до всех украинцев в свете. Нас 65 миллионов. На своей инагурационной речи президент Зеленский тоже дал понять о том, что ребята, нас 65 миллионов. Но как показала статистика, как показала перепись последняя, нас украинцев оказалось, без учета неподконтрольных территорий, 37 миллионов. И вот с учетом того, что 65 и 37, примерно можно сделать выводы, сколько в теории людей живет за границей. То есть у нас скоро в Украине, если так дальше пойдет, у нас большая часть населения Украины фактически будет жить где-то за границей, но не здесь, на своей земле. Я звертаюсь до всех украинцев на планете. Вы нам очень нужны. Всем, кто готовы будовать новую, сильную и успешную Украину, я с радостью надам украинское гражданство. Как говорится, хорошо начали, но на практике каких-то дополнительных законов, которые упрощают процедуру получения украинского гражданства, я почему-то не припоминаю. Может они где-то и были за вот эти вот турборежимы, которые были в Верховной Раде. Если они были, киньте ссылки, чтобы можно было ознакомиться. А на самом деле мы, получается, не видим практических шагов для того, чтобы хоть как-то привлечь хотя бы украинцев, я не говорю уже за какие-то другие национальности, хотя бы украинцев обратно к себе в страну. И получается, вот изначально в этой инаугурационной речи было, я так понимаю, понимание у Зеленского, что да, это необходимо. Но потом, когда мы дошли до практики, получилась совершенно другая ситуация. И сейчас объективно вообще непонятно, а надо ли им вообще, чтобы люди приезжали. Потому что политика и количество вот этих министров, их решений и так далее, в здравоохранении, в образовании, они что-то вот говорят о том, что, ну вот не надо, я так понимаю, правительству, чтобы приезжали граждане Украины обратно к себе на родину. Ну что ж, теперь давайте проанализируем конкретно каждую страну и конкретно какие шаги каждая страна делает для того, чтобы высококвалифицированная рабочая сила ехала именно к ним, а не куда-то в другую страну. Начнем с Германии. С 2020 года рынок трудоустройства в Германии фактически открыт. Меркель даже специально для этого записала видеообращение, где призвала всех высококвалифицированных рабочих и так далее приезжать в Германию. И это далеко не последнее послабление, потому что там убрали законы, когда прежде чем принять на работу какого-нибудь нерезидента стран Евросоюза, нужно было посмотреть, где там в Германии эти могут быть специалисты. Сейчас этой нормы нету, то есть если даже вы приехали с любой страны, фактически не обязательно работодателю искать сначала среди граждан Германии, уже потом обращать внимание на ваше резюме. Это раз. Если брать второе направление, то 6 месяцев может теперь человек на территории Германии находиться в поисках работы. Раньше такого не было. И также получается, что высококвалифицированный специалист или специалист с высшим образованием может опять же так же работать полностью официально сразу. Раньше тоже такого в Германии не было. И это, понятное дело, будет очень хорошим драйвером для того, чтобы в Германии как можно больше было именно мигрантов с хорошим образованием и желанием работать. В Польше по этому поводу очень сильно переживают, потому что в Польше зарплата ниже, а вот все мигранты, которые вот украинские, они так не двухсмысленно поглядывают на Германию. И это опять же по статистике польской 50-100 тысяч человек может в связи с открытием рынка Германии уехать с Польши в Германию работать, потому что в Германии зарплаты в 2-3 раза выше, чем в Польше. Польша тоже в этом направлении работает. Вот недавно они приняли закон и повысили уровень минимальной заработной платы достаточно существенно. Эксперты открыто говорят, что это сделано для того, чтобы сохранить мигрантов и привлечь новых, именно потому, чтобы вот приезжали максимально с Украины и оставались в Польше. Потому что вот повышение минимальной вот этой ставки, оно в первую очередь отразится именно на зарплатах и доходах украинцев и мигрантов остальных. И здесь тоже это нужно четко понимать. Также в Польше есть ряд программ по предоставлению бесплатного жилья, еды и курсов польского языка тем, кто работает в Польше. Также в Польше есть ряд процедур, которые упрощают получение польского гражданства именно украинцами. То есть там есть карта поляка, которую можно получать там сотни тысяч граждан Украины и так далее. То есть там достаточно либеральные условия для того, чтобы у украинца в последующем была возможность получить польский паспорт. Также в России созданы достаточно хорошие условия для эмиграции, особенно граждан Украины. Потому что там есть ряд программ по возврату соотечественников бывшего Советского Союза в Россию. И там есть куча программ, там где дают и жилье, и подъемные деньги даже там на первое время. И даже оплачивают переезд семьи с Украины в Россию. И это тоже далеко не вчерашний день, это поза-поза вчерашний. Потому что эта программа достаточно давно уже работает и их там есть достаточно много. Я уже молчу за упрощенную процедуру получения российского паспорта в течение трех месяцев тех, кто из неподконтрольных территорий. И это тоже нужно четко понимать. Также делают шаги по стимулированию притока трудовых мигрантов в страны Балтии. Там фактически они начали процесс в этом году по расширению списка профессий, на которые может человек приехать и устроиться без каких-либо дополнительных ограничений, которые были ранее. Вот, например, в Литве, если не ошибаюсь, в 15 профессий увеличили до 68 в этом году количество профессий, на которые можно устроиться без каких-либо дополнительных ограничений и так далее. Потому что, как мы знаем, с прибалтийских стран уже все давно массово выехали за вот эти годы условной их независимости в Польшу, Британию и так далее. И там фактически остались только пенсионеры и дети в основном. И, конечно же, вот эту вот дырку в труде, вот в рынке труда они сейчас стараются компенсировать. И, конечно же, здесь основной упор они делают на украинцев. Даже если взять Канаду, где живет очень большая украинская диаспора, то там с этого года же премьер-министр Джастин Трюдо сделал обращение и распоряжение касательно того, что квота по мигрантам и трудовым мигрантам в том числе, она увеличена с 300 тысяч до 1 миллиона человек в год. И это тоже как бы шаги навстречу тому, чтобы стимулировать свою экономику и привлечь максимально качественные кадры именно в Канаду, не в какую-то либо другую страну. То есть это такая тенденция, и она просто по вот либерализации вот этого законодательства в отношении мигрантов. Потому что все страны приходят к тому и объективно понимают, что чем больше у них высококвалифицированных рабочих кадров, чем больше к ним нормальных, адекватных людей приезжает, тем лучше будет их экономика. Поэтому если мы объективно посмотрим на ситуацию, то с учетом такой объективной реальности за границей и таких условий, которые создают для того, чтобы украинцы ехали за границу, конечно же мы будем видеть и дальше усиление вот этого потока миграции. Объективно, что правительство Гончарука, что остальные вот эти грантееды, они не ставят перед собой задачу сделать рабочие места, сделать рабочие места и реально поднять уровень зарплат, уровень доходов. И это конечно же будет стимулировать максимально всех вот адекватных людей, которые более-менее понимают и ценят свой труд, уезжать куда-нибудь за границу. И это, к сожалению, очень неправильная тенденция. Мне бы хотелось, чтобы вот граждане Украины максимально оставались у себя в стране и развивали нашу экономику и приносили свои опыты, знания именно у нас в Украине. Хотя это, конечно же, я объективно понимаю, что это сделать ну очень и очень тяжело. В Украине давно создали ситуацию, там где малому и среднему бизнесу нужно развиваться скорее вопреки действиям правительства и силовых структур, судов и прочих. И вот сделали максимально все для того, чтобы стимулировать отток населения с Украины. И это не случайно. Также вот и объективно сложно найти нормальную работу с высокооплачиваемую, чтобы она была условно стабильная и так далее. И сейчас делаются попытки опять же в направлении того, чтобы и дальше стимулировать отток населения с учетом, например, трудового законодательства. Сейчас хотят принять трудовой кодекс, который будет дискриминировать права наемных рабочих в Украине. И это опять же будет тоже стимулом для того, чтобы люди просто бросали здесь все и ехали отсюда подальше. Но несмотря на эту сложную ситуацию в стране, я надеюсь, что нам удастся в ближайшем будущем выгнать со стороны грантоедов, прочих чертей и так далее. Я понимаю, что это будет не при этом правительстве, там Кабмини и прочее. Это будет после. Но во всяком случае нам, как гражданам Украины, нужно всевозможными образами объединяться. И опять же повышать уровень мировоззрения, понимания этих процессов. Кстати, в этом может помочь книжка Евгения Филиндыша «Украина, не Европа». Там как раз четко с графиками, цифрами и так далее, с железобетонной аргументацией конкретно расписано, почему мы другие, нежели люди с западного мира, именно ментально. И в чем эта разница конкретно представлена. Я думаю, что очень поучительно будет ознакомиться с этой книгой и рекомендую опять же к прочтению. До скорого! Продолжение следует...